Он, блин, на ходу удирал, одевался. Любовник был? Да. У тебя дома? Да, у меня дома, в нашей комнате. Ты пришел? Да, я на обед. Когда вообще пришел? Я говорю, так, я говорю, ночь ночуешь, а утром, чтобы тебе... Я проснулся, и ни тебя, ни вещей, никого не было. Да так что? Она же любимая, единственная была. И так поступила с тобой. Да, это первое было у меня, когда я жил год до... Прям с ямлочкой. Нет, с завязки. С стулой. Нет, с завязки. Это первое было у меня. Я понял. И со второй такое же вот это... Тебе изменили? Да. А я же этого не заслужил у них ни на... Нет, конечно. Ну, так вот было. Обалдеть. Почему они так с тобой? А третья... Встретить ты и не встретился, да? Третья... Она вроде бы как бы и да, и нет, и там... Я не знаю, что. Не знаю, что ли? Четвертая... Она... Я приеду. Потом я к ней ездил. Но она приезжала ко мне. Сюда, да? Да. Потом я туда. И вот, ой, чё ты там? Какой-то старый парнишка, старая их любовь там какая-нибудь там. Старый парнишка? Мужчина возраста? Ну, он её намного старует. Её старше на 14 лет был. А ей сколько? А ей в этот момент 28 был. Сколько ты считаешь будет? Ну, сейчас 40. С копейками. Примерно уходит. Вот у тебя жизнь, да? Потряпло. Я сейчас сам в поисках. Ещё одну нормальную, и... А ты как? Для семьи хочешь? Или... Нет, полностью семью. Раз и на всю жизнь. Ну, а у тебя столько было раз и на всю жизнь? Нет. Ну, они какие-то... Я-то надеялась. А они, блин... Я же не виноват, что если они такие попались. Попались. А я теперь, как... Нет, я себе буду искать, а я сразу буду искать одно нормальное, чтобы... Наслежно? Да. А где? Ты мне... Я даже не подвинюсь. Я поеду даже в город. И в городе даже могу найти. В городе? В каком? Во, ради... У меня же брат там живёт. Там родственники мне ещё живут. Остановиться у меня есть там где. Найдём меня? Да. Возможно. Но у тебя уже подружек много. Может, кто и клюнь. Да, конечно. Конечно. И парень такой. Я сразу сказал, я не могу к девушке подойти и без цветов. А я обязательно, я в него зайду, заеду в цветочный магазин, обязательно куплю ей красные розы, глины. Вот это есть. Да. Я... Я так... А сколько? Ростовая? Я не знаю, сколько она пожелает. А это может пожелать, если ты даришь. А она... Говори. Нет, твоё желание. Сколько? Вообще-то дарится либо две розы, либо... На могилку. На могилку. Не на могилку. Так дарится вообще три. А это я хочу ей букет полностью собрать. Ну, значит, какое-то. Чётное или нечётное? Получка. Можно быть, цветов. Чётное или нечётное? Нечётное идёт это на маюку. А чётное идёт это девушке. Когда даришь, ты покупаешь. О! А какое количество? Там неважно, чем больше букет, чем ель. Ну, допустим, сто роз. Или сто одна должна быть. Это букет. Ну. Сколько количество нужно? Сто? Или сто одна? Сто одна вообще-то в букет. Это чётное или нечётное? Нет, чётное. Угу. Это чётное. Сто одна и лазер? Чётное? Нечётное это. Это что? Как ты говорила про две гвозиты. Нечётное я не знаю. Ну, как я думаю, так она и есть. Олег. Я без обмана. Что скажешь своим подписчикам? Мы тоже подписчики. Я в курсе. Да. Ну, говоришь, что скажешь своим подписчикам? Я скину это видео Станьку, он выложит в интернет. Ну, в WhatsApp, Telegram. Ну, Михаиловскому, к примеру. Ярис, что скажешь? Кстати, Михаиловскому мне. Ярис, что скажешь. Паранцы меня ждут до сих пор. Ярис, что скажешь своим подписчикам? Они волнуются, переживаются за тебя. Там Оля Тамада, блин, приезжал. Вот это вот. Не так, что давно. Кто? Жена Сашкина. Она Тамада, она в клубе. Она по свадьбам играет. Понял. Ну. А Тамада, она твоя, она знает. Да и ты знаешь тоже. Да знаю. Ты зачем об этом говоришь? Говори, я снимаю. Всем подписчикам огромный привет. Особенно Сергею и гармонисту привет. Обещал приехать, а сам почему-то не приехал. Когда мы запилим нормальную тему, нормальный этот тренд. Субтитры сделал DimaTorzok